Здравствуйте, меня зовут Валерия и сегодня мы с вами поговорим о самых популярных арифметических операторах. Давайте сразу перейдем в Visual Studio и начнем с ними знакомиться. Итак, для начала мы рассмотрим те операторы, которые вы все должны знать, потому что они вам известны из школы. Это сложение, вычитание, умножение и деление. На 13-й строке мы создаем переменную a и присваиваем ей значение 9. На 14-й строке мы создаем переменную b и присваиваем ей значение 5. На 15-й строке мы создаем переменную result, в которой будем записывать результат наших вычислений. Теперь опустимся ниже на 18-й строку и рассмотрим первый оператор, который позволяет складывать числа. Итак, в переменную result мы записываем результат сложения переменной a и b. На 19-й строке мы выводим результат на экран. Следующий оператор это вычитание. На 22-й строке переменную result мы будем записывать результат вычитания из переменной a и переменной b. На 23-й строке мы выводим результат вычитания на экран. Теперь познакомимся с умножением. Для того, чтобы умножить два числа, мы используем символ звездочка. Для того, чтобы поделить переменную a на переменную b, мы используем слэш. И на 31-й строке мы выводим результат на экран. Давайте запустим и посмотрим, что у нас получится. Вот, в результате сложения a и b, как мы помним, a это 9, а b это 5, мы получили 14. Когда мы вычитаем из девятки пятерку, мы получаем 4. При умножении мы получаем 45 и при делении 1,8. Теперь давайте познакомимся с такой операцией, которая позволяет нам делить по модулю. Деление по модулю это операция, при которой возвращаемое значение является остатком отделения. Представим, что у нас есть два числа 9 и 5. Когда мы попытаемся поделить 9 на 5, мы получим сначала единицу, от девятки отнимаем пятерку, и остатка у нас 4. 9 на 5 не делится нацело, поэтому остатки мы получаем 4. Оператор отделения по модулю возвращает остачу отделения. Чтобы получить остатку отделения, мы используем символ процента. В переменной a хранится значение 9, в переменной b хранится значение 5. В результате мы будем записывать остаток отделения. Когда мы a поделим на b, то в результате мы получим четверку. Давайте запустим и посмотрим. 9 поделить на 5 по модулю равно 4. И еще один пример давайте рассмотрим. Также существуют такие операторы, как унарный минус и унарный плюс. На 14 строке мы объявляем переменную a, присваиваем ей значение минус 8. На 15 строке мы создаем переменную string и присваиваем ей строчное значение 10. Опустимся на 18 строку и попытаемся применить унарный минус к переменной a. В результате мы должны получить значение, обратное к значению переменной a, то есть 8. На 19 строке мы выводим результатный экран. Теперь унарный плюс. Унарный плюс не меняет знака при применении к числовому типу. То есть, если мы переменную result запишем значение переменной a, применив унарный плюс, мы получим то же самое значение, которое было у нас переменной a. На 24 строке мы выводим результатный экран. Когда мы пытаемся применить унарный плюс к строковому типу, он преобразует его в числовой. То есть, на 15 строке мы объявили переменную string, в которой мы записали строчное значение 10. Если мы перед нашей переменной string поставим плюс, то этот плюс преобразует его в числовой тип. И в результате сложения десятки и минус восьмерки мы получим 2. На 29 строке мы выводим результатный экран. Давайте запустим этот пример и увидим результаты. Когда мы применяем унарный минус к переменной a, мы получаем число, обратное минус восьми. Когда мы применяем унарный плюс к переменной a, мы получаем то же число. Когда мы применяем унарный плюс к строке, то строка преобразуется в число и выполняет арифметическую операцию сложения. На этом на сегодня все. Увидимся в следующем видео и успехов вам программирования.